Сегодня мы обсуждаем шотландскую сказку «Ведьма из Файфа». Ну что, Надя, твой выбор. Как это слово за тобой? Рассказывай, почему ты её выбрала. Но я так поняла, что это всё-таки не сказка твоего детства, да? Нет, это не сказка моего детства. Мне сказка просто попалась как бы не так давно на самом-то деле, да? Вот, и сказку выбрала по таким совершенно эгоцентричным соображениям, просто потому что сказка мне понравилась, да? Вот бывает же, ты прочитал сказку и получил удовольствие, да? И более того, там вопрос не только даже в удовольствии ещё, который остаётся, да? Это не как, ну, например, можно же мороженое поесть, да? Поел вроде вкусно, хорошо как бы, да? А потом, значит, ну, как это что ел, что не ел, да? Но, с другой стороны, мороженое я тоже люблю. Может быть, но для меня, мне показалось потом, да, что когда я стала думать, вообще брать ли эту сказку, да, что эту сказку имеет смысл взять по тому, как бы, обсудить, да, потому что мне понравилась как бы вся ткань повествования и вся действительность, которая живёт вот за этой сказкой внутри, как бы, да? И потому что на самом-то деле мы же знаем, что вообще вот эти средневековые времена, там, как этих ведьм же сжигали, и тут же поэты же тоже говорится, дедушку же тоже собирались сжечь так-то, да? Да, да, да. Вот, но при этом это так рассказано, да, что ты, например, понимаешь, да, почему, собственно говоря, потом в Англии через много времени появилась та же Роулинг со своим Гарри Поттером, понимаешь? Потому что в этой сказке колдуны и ведьмы, они существа не такие враждебные, которые травят скот, там, нагоняют порчу, да, чего, собственно, боялись, а это просто другой волшебный мир. И вот это вот как раз точка зрения мне очень нравится. Знаешь, что мне, извини, я как бы добавлю, да, немножечко, что он не просто волшебный, да, что вот другой мир, то есть это мир, в котором, собственно, вот эти колдуны и ведьмы, они просто хорошо проводят время. Да, вот я как раз вот и думала, то есть вот они вот, что, собственно, они делают? Да, они собираются там, как это, поют, пляшут и это самое, пьют. Да, ну пусть сварены они людьми, какая разница? Наслаждаются, да, но ведь это, по большому счёту, вот пошли, оторвнулись вечеринки женские, да? И меня очень как бы, мне очень понравилось, это было так симпатично, что это такая бабушка вот с подружонками-то, она там шляется, да? Это же вот немолодая жена, да? Да, да, да. Вот, и это мне показалось, что, представляешь, вот если подумать, да, что какая-то женщина в возрасте, старушенция, да, вот она раз такая и проводит прекрасное время со своими старыми же подружками, да? И мне показалось это же очень симпатично, что вот она не сидит дома и страдает, вяжет носки и страдает, что жизнь прошла, да? А что она наслаждается жизнью, да? Вот такая, и потом я подумала, что вот там же есть такое выражение, да, что каждая женщина немножко ведьма, да? И вот как раз вот эта вот часть времяпровождения, вот такого шабаша, мне показалось, что она на самом-то деле всем женщинам присуща, и все к этому стремятся, и тем более то, что старик-то предлагает, да, там сиди дома, никуда не ходи, там, или лежи в кроватке, да, как бы целее будешь, то есть альтернатива-то, в общем-то, не вдохновляющая, да, собственно, так говорят. Да, парит, ну, пожалуйста. Вот, и как бы, и почему бы, собственно, не полетать, вот там, не знаю, этого вина, там, пиво не попить, не поплясать там, да, то есть и потом опять же, там же даже вот этого нету, что вот они там, вот, там, галушом собрались, там, как это, знаешь, и давай там танцевать. Там нет вообще никакой вот такой вот жути, да, инфернальной какой-то. Абсолютно. Ничего этого нет, это все настолько мило и симпатично. Ты, наверное, знаешь, есть такая афинская художница, Инги Лоук. Ну, может, ты не знаешь имя, но картинки ты ее наверняка знаешь. Там такие веселые старушки, две-три старушки, как правило, то они там весело на великах катаются, то они где-то сидят там, винишко опять тоже пьют, то они там что-то в садике так постригают весело, в общем, и они какие-то везде там такие вот хохочущие, такие вот очень позитивные пожилые женщины. Вот на эти картинки очень приятно смотреть, и, честно говоря, я просто мечтаю быть такой старушкой когда-нибудь. Ну вот, и мне кажется, вот эта вот иллюстрация, наверняка это вот практически иллюстрация к нашей с тобой сказке, да? Однозначно, однозначно. Потому что вот этот дух... Когда я читала эту сказку, да, я сразу вспомнила эти картинки. Вот они сразу... Ну, причем, я думаю, может быть, художница вдохновилась именно такого рода сказками, потому что, ну, все-таки согласись, да, вот в тех сказках, которые мы привыкли читать, ну, ведьмы редко бывают симпатичными существами. Однозначно, это же темная сила, там вот эта вот сатанинская, вот это вся безобразие вот эти вот, да, и что... Ну, понимаешь, даже здесь, как бы, старик, услышав, что его жена ведьма, у него там кровь в жилах застыла, да, хотя вот, так сказать, из повествования это не совсем было понятно, о чем он так перепугался-то. Ну, чисто, видимо, по привычке, да. Ну, а как? Потому что репутация, это же такая страшная у ведьм. И поэтому, и опять же, с другой стороны, смотри, он же не стал старуху тут же бежать и докладывать на старуху свою, да, он стал выяснять, что она делает. И вот этот момент мне тоже показался очень симпатичным, что вот, ну, жили, видимо, они достаточно дружно, что он старухе-то все равно доверял, в конце концов, да, что не стал бежать закладывать ее, да, что вот она тут противоправными, неблагоугодными делами занимается, да, а что вот хотел выяснить, что она, собственно, делает. Соседи косились, да, то есть чисто там из каких-то там побуждений, да, знаешь, чтобы там не идти против общества, да, что-нибудь такое. Ну, можно было выслужиться перед теми же соседями, там, во имя какой-нибудь там будущей мнимой выгоды, да, но вот тем не менее он действительно так это по-семейному. Решил разобраться, что происходит с женой, да. И потом мне еще вот тоже позабавило, да, что вот, вот, собственно говоря, описание, что такое ведьма, да, там же было такое, что она была ветреная, пустая бабенка, да. Вот, и я подумала, если пустая и ветреная, то на самом-то деле, ну, вообще, лично мне эти качества не кажутся уж такими-то сугубо наказуемыми, потому что быть, например, полной и абсолютно серьезной, мне кажется, гораздо более скучно, нет? Извините. Нет, ну, тем более, ну, согласись, это же явно характеристика соседей, да, то есть это вот, ну, то есть это взгляд со стороны, то есть старик человек смирный и кроткий, а старуха, это вот те самые соседи, которые на нее косились, они ее таковой считали. А так-то, я думаю, она была просто вот именно веселая, не такая загруженная, как они, да, и, то есть она не утратила способности радоваться жизни вот в своем почтенном возрасте. Видимо, что в основном с людьми все-таки происходило, как тогда, ну, как и сейчас, в общем-то, надо признать. Ну, вот, я, в принципе, подумала, да, что вот если человек себя ведет, например, не похоже на других, вот этот тот самый эффект белой овцы, да, или, например, черной овцы, как там, какая она, какая она? Белая ворона, да. А, белая ворона, окей. Ворона белая, овца черная, ну, значит, ну, да, хорошо. В данном случае, если там овца черная, да, то вот как раз вот, если ты отличаешь себя по поведению, и ведешь себя, да, то не так, как ожидается, тем более ты же какая-то старушка, ты должна быть такая вся загруженная наверняка, быть своими заботами-то, да. Ну вот, то, и вот это вот, и я как раз подумала, что, и ведь описание, чем ты потом занимаешься, оно так красиво, романтично описано, так вкусно, что ты смотришь и думаешь, и тебе практически хочется же вот в ту действительность, нет, вместе со старушкой-то. Присоединиться вот вместе со стариком, ну, старик же не зря, собственно, за ним не увязался. Нет, старик-то увязался, он, поскольку он, эта сказка шотландская, то он увязался сугубо вина выпить, знаешь, на самом-то деле. Он же когда, например, потому что, да, 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 потому что самое захватывающее так-то у них путешествие было туда, когда они в Апландию-то летали, помнишь? На пир-то, где эльфы все были, и все были, и еще мне очень понравилось, что там были вот эти какие-то загадочные охотники-то, да, про которых ничего никто не знал, да, которые смертно не видали. А то, что у них там была волынка, слушаешь, какая прелесть-то. Нет, там очень, конечно. Да, это описание пир и времяпровождение. Да, потому что мультик посмотрела, слушай, вот поэтах. Как это звучит и выглядит, да, и вот они вот как летели на этом свежем ветре, то есть это же совершенно замечательно, и это вот, и причем это вот, вот в этом как раз вот, в этой сказке есть вот это ощущение, когда свободы, знаешь, вот. Да, ну как они гоняются за лисицами, ласками и совами, да, это же вообще, представляешь, как это, мне кажется, это так интересно. Да. От горам и долам носишься быстрее ветра и гоняешься, гоняешься. И потом же туда вот на этом лопаде, это же как бы прибыли все эльфы и морские девы и призраки и все, что хочешь, да. И потом они же что, они пили, ели, плясали и пели. Вот, и обменивались, как говорится, знаниями, да, вот они там как-то делились впечатлениями, как это у нас, вот делились этими наговорами-то, да, вот, и потом, вот я вот думаю, что хорошо, вот, и они же, например, не побежали грабить банки, поскольку замки-то все падали, да. Да, 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 да. Это настолько осторожное и аккуратное отношение к своим вот этим волшебным способностям, что здесь вот есть свои законы, да, их надо соблюдать обязательно, чтобы мир не рухнул, вот, мир, в котором они живут. Вот они же так, да, вот как раз же и была основная причина. Ответственное отношение такое к своему волшебству, это как раз приятно. И вот как раз же в этой сказке вот мне показалось как раз, что там было такое вот тоже ощущение, которое я очень разделяю, да, что вот если ты владеешь какими-то способностями, там, или знаниями, или еще чем-то, то всему есть правила и законы, да, и что с любой неведомыми, например, способностями, да, и ты должен уметь обращаться, обращаться, потому что если ты не умеешь этим обращаться, то тогда, собственно, не сами знания там опасны, а то, как ты с ними обращаешься, потому что там же, помнишь, всегда вот были вот эти дебаты, например, да, наука, это добро или зло, все это прогресс научный, там, это добро или зло, и вот мне как раз все время казалось, что не вопрос, вот, ну, не вопрос, собственно, предмета, да, в том же... Да, да, нельзя это решить однозначно, да. Вот, что это просто средство, вот научно-технический прогресс, это просто средство, да, при помощи которого можно в равной мере как и добро принести людям, так и зло, да, совершенно одинаково. Да, просто техники безопасности, да. Именно, и поэтому, если ты обладаешь этим... Границы, да, опасность... Да, если ты понимаешь, как, вот именно, если ты применяешь это правильно, да, вот, и как это помнишь, мы даже, по-моему, с тобой как-то говорили, что это вот как нож, да, что, в принципе, ножом можно и хлеб порезать, а можно и убить, да, то есть это... и поэтому вот как раз вот в этом случае, мне кажется, то, как сами ведьмы обращались со своими вот знаниями там и умениями, это было так вот очень симпатично, и ещё меня, знаешь, совершенно восхитило в этом, знаешь, такое вот очарование вот как вот мира, который предшествовал Гарри Поттеру, да, именно потому что, что вот тут вот там была такая вещь, что в это время епископы боялись колдунов и ведьм, да, и поэтому хотели их сжечь. И ведь... и в этом... у меня это кажется такой правдой, да, что по большому счёту это так же и было, что церковь же преследовала вот как раз вот эти вот все суеверия именно потому, что она хотела сама не управлять, а сама определять вообще сознание, да, как это своих этих прихожан, да, а тут же получается, если люди будут верить во что-то другое, не только в церковь, да, то тогда получается, даже налоговая база вся подрывается, да, вот, и поэтому... и поэтому это вот кажется очень понятным объяснением, да, и в то же время... и ещё, кстати, вот я тут недавно прочитала этого Нила Геймана, там, такий сборник статей, там, эссе, да, и там была... и он приводил такую шутку, да, что, ну, там, в древние времена, ну, в Средневековье, там, в Англии был какой-то... я не помню, он при чём был... я, кстати, не помню, кем он там был, но, короче говоря, он был охотником за ведьмами, да, и что он... он занимался тем, что он... бизнес у него такой был, что он приезжал в там разные там места, там, провинции, ну, в смысле, графства и указывал им на ведьм, да, и вот этих ведьм находились, сжигали, да, и это всё продолжалось, и он, причём, был такой... на этом немало нажился такой, был весь уже процветающий, да, до тех пор, пока он не приехал там в какой-то городок, в котором была такая совершенно старая, там, уже такая ведьма такая матёрая, да, и она сказала, что вот, ну, там, слава предшествует там тебе, значит, повсюду, да, ну, вот я одно... одно... одного боюсь, да, чтобы уметь найти столько ведьм, да, и их указать, да, этот дар, да, что он не мог тебе достаться просто так, что-то наверняка в связи с самим, да, явно с самим Вильзевом, да-да-да, вот, и его, короче говоря, и его испытали, ну, там же, помнишь, там, в Средневековье же было, что нужно было испытать, там, как-то там, ты туда тонешь, горишь, там, вот эти все дела-то, да, ну, вот, его испытали и нашли ведьмаком и сожгли, в общем-то, вот, и... Это быль? Это быль? Я не знаю лишь, что это быль, потому что, видишь, как это же Гейман, он может спокойно, там, как это... А ты же знаешь, это он, который написал, там, вот это, американские боги, там, потом вот этот вот... Да, 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 ну, знаю. Каравайн, помнишь, Каравайн, такой мультик был, там, глазки-пуговки такие, помнишь? Нет, это не знаю, нет, я знаю только американские боги. Ну, вот, короче, да, вот-вот-вот, ну, вот это вот он написал, и поэтому, видишь, как человек, который профессионально придумывает всякие такие истории, я не знаю, бывали ли это истории на самом деле, он её придумал, и она похожа на правду. Я, в общем-то, разбираться не стала, да? Ну, она очень похожа на правду, да. Вот, и она, я разбираться не стала, но вот именно в том-то и дело, что, мне кажется, весь вот этот вот, весь смысл этой выдумки, да, если даже эта выдумка, ну, как бы сказать, это не истина, но это правда, то есть факты могут быть не теми, но, по большому счёту, это жизненная правда, знаешь? Да, да. Ну, это какая-то логика, да, по которой очень часто жизненные истории развиваются. Да, и поэтому, было это или не было, не так важно, сколько гораздо более интересно, да, что это похоже на правду, что так правдоподобно, что так вполне могло бы быть. Это то, во что тебе легко вериться, знаешь? Ну, вот, и вот, и поэтому вот как раз в этой сказке мне ещё понравилась вот эта вещь, что ведь она чем закончилась, да, что он сказал, больше к старухе не приставать, пусть занимается, чем хочет, да? И я ведь подумала, что это же, это настолько жизнеутверждающе в том плане, что он перестал переживать, что жена у него ведьма, она или что она там, куда она там исчезает, чем она там занимается, да? Но он перестал это делать именно потому, что понял, что в конце концов, она же, поскольку его спасла, да, от смерти, да, то на самом-то деле он понял, что её этот дар, да, он, по большому счёту, ему во благо. И ему просто лучше туда не соваться, как бы, да, самому не соваться, да, ну и всё будет прекрасно. Потому что он с этим обращаться не умеет. Не умеет, да, и это самое, и опять же, вот когда вот они там, и вот как вот всё описано, как вот он туда попал, и помнишь вот это, что уже там огонь лижет, стариковские штаны, это так здорово написано, что это можно, во-первых, всё представить, всё на себя примерить, да, и это вот... Очень ярко, да, да, рассказано очень ярко. История рассказана так вкусно и интересно, что ты практически сразу туда попадаешь внутрь, и то, что внутри там происходит, да, это вот с одной стороны волшебно, с другой стороны правдоподобно, вот как эта вот история этого Геймана, да. И это действительность, которой хочется поделиться, и в которой хочется жить, потому что мне вот ещё показалось, да, что это история про терпимость к другим людям, которые не такие, как ты, да, у которых, может быть, есть какие-то, ну, там, другие, я не знаю, не обязательно даже способности или знания, что они просто другие, да, и что, в конце концов, эта сказка призывает быть терпимыми друг к другу и позволять другим жить другой, отличающейся от тебя жизнь. Вот, и поэтому я, собственно, эту сказку выбрала, потому что мне показалось, что таким совершенно симпатичным, волшебным языком рассказанная сказка говорит вот как раз вот о таких каких-то очень симпатичных вещах, и что, мне кажется, таких сказок чем больше, тем лучше, потому что, мне кажется, чем больше сказок, которые нам помогают жить, тем, собственно говоря, и будет приятнее жить. Вот. Да, согласна. Причём, ну, я, вот, мне, кстати, любопытно, это вот какого времени сказка? Вот, ну, мы в последнее время с тобой вот сказки, которые рассматривали, да, там очень часто как-то приходилось, либо нам хотелось убрать последнее предложение, либо как-то немножко чуть-чуть подкорректировать историю, как в случае, там, со слиной шкурой, да, а это в истории про бычка, смоленого бачка, да, нам хотелось убрать последнее предложение. Да-да-да, чтобы не было так вот грустно. А здесь вот это вот, она настолько вот целиком в тебя входит, да, здесь не хочется вот ни прибавить, ни убавить, да, вот мне очень понравилась твоя мысль про вот эту толерантность, да, и терпимость. Причём как бы вот здесь же не только вот со стороны старика, да, что вот он принимает свою старуху и всё, но она же его тоже как бы вот принимает, да, с одной стороны, она ему дала убедиться, что вот обращение... Не надо соваться туда, да. Да-да, что это, ну, такая очень... Она требует огромной осторожности, действительно, и ответственного отношения, да, но тоже вот она ему дала это всё прочувствовать, да, но она его вот спасла в тот самый момент, и вот, согласитесь, ещё такая, чисто по цветам такая картинка, мне так понравилась, серая птица держала красный ночной колпачок. Ага. Сказала бы, к чему тут этот колпачок? Ну, это такая вот именно, как ты говоришь, вкусная деталь, да, и вот она, опять-таки, она вот позволяет тебе ощутить себя в этой сказке вот как присутствующим очевидцем, да, ты вот действительно это видишь, ты слышишь этот жар у себя на лице, да, 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 ты видишь такой... И ты видишь этот классный красный колпачок, и как он улетает вместе с ней, ну, очень здорово. Я говорю, я просто мечтала бы увидеть мультик, снятый по этой сказке. Да, вот я согласна, что сказка очень... Маленькая скромная мечта. Да, сказка очень здорово зрительно написанная, да. И ещё я подумала, да, что вот... Помнишь, когда вот они обнаружили, что он-то тоже там заклинание прочитал, и за ними-то полетел, помнишь? Они же его обнаружили, да, но опять же, они же его не забили там мёдлами, не прокляли там, никуда-то не бросили. Ну, давай. Да, то есть в том-то и дело, что вот это вот какая-то уникальная вещь, когда вот эти миры уживаются, при этом не вредят друг другу, да. Мне кажется, это так здорово прописано, как-то так очень симпатично, да. И что, по большому счёту, единственная опасность, которая была от епископа, да, который вот там хотел-то сжечь старика, да, но это было именно потому, что он его сильно боялся, что тоже кажется очень понятным и простительным, да. Потому что чего мы только там со страху не можем наделать, да. То есть вообще сказка там, не знаю, образец толерантности и взаимоуважения. Да, и она, кстати, очень такая человечная, вот согласись, такая очень какая-то гуманная, да, здесь все очень гуманно друг к другу относятся по большому счёту. Да, и мы все такие совершенно разные. И потом, опять же, вот этот поэтический язык, да, который вот очень вот мне нравится, да, вот как это рассказано, да, вот и здорово. Симпатичный. Ну вот, поэтому вот как-то хотела поделиться такой нечаянной радостью, когда сказочку прочитала, там, получила удовольствие. Знаешь, это как вот такой тот самый напиток, какой-то такой бурлящий, вкусный лимонадик в таком роге, знаешь, ты получил, выпил, не знаю, и там мурашки по всему там, не знаю, делал. Ты знаешь, есть такие конфетки, да, когда от тебя как будто там стреляют такие маленькие, там, удары идут. Ну, ты знаешь, такие конфеты? А, да-да-да, но они как взрываются, да? Это трехище, да-да-да. Ну, слушай, ну, если честно... Еще по язычку тебя щекотит. А, то есть, слушай, у меня от этих конфет не такое приятное ощущение было, как вот это, да, потому что у меня все-таки послабее было, знаешь, как ощущение просто как лимонадик. Выпил, насладился, как это шампаньское. Ну вот. Да, да, очень милая сказка. Спасибо, Най, за вывод. На здоровье как это. Я очень рада, что она тебя тоже была. Ты сказка сделала мой вечер сегодня. Спасибо. Ну, замечательно. Спасибо. 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 Продолжение следует...